Не могу сказать, что в этом матче для Демиурга есть какие-то веселости. В этом сезоне есть какие-то веселости. А, ну кроме Агильного Завра. Агильный Завр это прекрасно. Агильный Завр это очень здорово. Очевидно, что он как бы... Как Огр почти что. Агила, ну он думал, что это Скинг. Он думал, что это Скинг, взял радостно Агилу, а потом понял, что... Нет, это не Скинг. Клавса на Лосе не дала ничего. Прекрасно. Какая-то неправильная Клавса. Мне, кстати, кажется, что в такой ситуации Клавсой надо бить тех, кто без блока. Ну это я так, к слову. Что-то у шведа Лос какой-то очень шведский. О! Вот дабла в конце. Просто... Муа! Прекрасно. И швед Фалита Гелой. Ну я не знаю. Шопенгауэр оглушен. Ну, честно говоря, с таким Лосом вообще Демиург может и поиграть. 1-1. Это, ребят, это проклятая клетка Пупка. Вот есть счастливые клетки Пупка. Это проклятая клетка Пупка. Законтрил универсалов? Ладно, давай скажем так. Законтрил лучшего андеда Рубла. Давай уточним. Да, я тоже не ожидал. Я, правда, все равно буду измываться над Диамедом, пока меня Кощей не сломает. Вот. Ну, а мне команду уже переломали, так что мне-то фиолетово. Дружеские фалы по КД. Ну чё, может в скинка поедем? Может в скинка убьём? Швед. Швед, давай скинка убьём. И пофалим брейк так листа. Пофалим брейк так листа, убьём скинка. Я считаю это прекрасно. Как любовь с юной японской девой. Швед, кстати, правильно делает всё. Я согласен. Ну, правда, я бы, может, скинка блицанул бы. Не знаю. Ну, ладно, тип. Уронили на пол, оторвали лапу. Всё равно его не брошу. Этот завар очень хороший. Я не знаю даже, что более стыдно. То, что Диамед проиграл Димиургу? Или то, что Ситар проиграл Диамеду? А-а-а! Ладно, ладно. Злая шутка. Злая шутка. Один сплошной стыд, короче. Приятная шестёрочка. Ну, пока довольно прямолинейная игра. Ну, вот. А, это марка живого воина. Окей. Вот завры встали в позу. Так, а где? Погоди, я не помню. А, подкат играет. А, подкат с Клавсой броню, оказывается, пробивает. А я и не знал, пацаны. Вы знали, что Клавса работает на подкате? А-а-а-а? Извините. Не удержался от этой ремарки. Вот. Вот так вот сидишь, всю жизнь играешь в блатболу, только потом узнаёшь такие вещи. А у шведов подох воин или нет? Или это воин? А, вот. Знаменитый воин. Воин. Тьфу, а я поверил. Ну, пиропан тебя обмануть легко, как ребёнка. Нормально. Так, по-моему, по-моему. Вот это, конечно, тоскливенько немножко. По-моему, хаос показывает полное неуважение. Откуда все эти петушиные смайлики? Я что-то всё время как-то хотел посмотреть, всё время забываю. А, Демиург взял две девочки. Две девочки взял. На мага не хватило, что ли? Странно. А, Ритксес, точно. Я его по Пикачу немножко помню. Вот. Кто ещё помнит Пикач? Не, я знаю, какой ник. Да. Мне вот информации о лигаторе было достаточно. Он сидел на Пикаче когда-то. Блин, как швед красиво задоджил. Смотри, агила концентрируется в одной точке поля. Ну, вообще, для шведа очень простой драйв, если честно. То есть, у Демиурга мало чего получается. Не сказать, что много чего получается у шведа, но у Демиурга что-то вообще тоскливое. То есть, как-то не знаю. Ощущение, что без мага здесь ловить нечего. Ой, подставили. Ой, рерол. Ну, это правильный рерол, кстати. Я одобряю, это правильно. Молодец, швед. Покидал ГФИшкина, а он того стоит... Опа, аптека. Ну, вот, вроде головой понимаешь, что это правильная аптека. Вроде головой понимаешь, что это правильная аптека при игре на победу. Но потом ты понимаешь, что тебе еще полтора тайма играть против хаоситов с тремя МБ-клавсами с одной аптекой. И что ты уже начинаешь сомневаться? Швед подставил, кстати... А, нет, это крепкий воин. Сорян. Не крепкий воин с мечом. Окей. Один... Че-то у Демиурга, по-моему, знаменитый рак кубов, ребята, в терминальной стадии. Это очень похоже на рак кубов. О, блин. Да. Че-то как-то... Вообще ноль. Честно. Да. Я, конечно, не утверждаю, но... Его Энфи укусил, что ли? Ребят, по-моему... По-моему, похоже на укус вампира. По-моему, это Энфи. Я, конечно, не уверен, но очень похоже на Энфи. Судя по дайсам. Дайсы чисто от Энфи. Милорд, ваши скинки кончаются, аптеки нет. Ну, ладно, еще не кончились. ПВО нету для таких моментов. Я не знаю, как бы, че Демиург сделал на Афлу, вот. Но явно что-то очень нехорошее. Кстати, козел чисто в стиле этого... Как же его называют-то? Козел в стиле овала. Вот так вот. Овальный козел. Овальный. Извините. Пересмотрел федеральное телевидение. Я что-то думаю, что даже у оппонентов, которым очень сильно не везло сегодня со мной, у них были кубы не рядом с Демиургом. Но это вот, не знаю, в вышке ощущение, что очень много матчей, чаще, чем в среднем, где прям чувствуешь, как кубы решают. То есть, к Шведу-то вопросов мало. Швед все делает нормально. Минус армор. Обидно. Ну вот. Но, типа, все залетело практически. Единственное, что, конечно, травм по Заврам пока мало. То есть, две травмы — это фигня. Но драйв все равно высосан по полной. Заметьте, что уже боится доджить с кинком с третьим этим. С третьей Агилой. Доджи вообще полный отврат. Никакой пощады. Да, я бы, кстати, блицевал бы, убивал, пытался бы убить этого Кракса. А, попробует выбить МБ Такл. Окей. Не очень мне нравится ход Шведа. И не нравится, что он дает последний реролл. Ну, ладно. Ну, такое. Такое. На мой взгляд, здесь какая-то необоснованная жадность была. Я понимаю, что МБ страшно, но... Ну, а вообще вполне играбельно было. Еще. А вообще сейчас Заврики могут... А, Заврики... Давить мячик Заврики не будут. У Завриков совсем другие задачи. Заврики бить, а Заврики крушить. Да, да, да. Не, ну, если не заставить Шведа забить, это хорошо, но то, что Заври забьют за два гола, я немножко за два гола. За два хода я сомневаюсь. Чувствуются легкие сомнения. Ну, вот. Новая пицца Карбонара это потрясающее сочетание бекона, сыров чеддера и пармезана, пармезана, моцареллы, томатов черри, лука, чеснока, сливочного соуса и итальянских трав. Ну, кстати, пицца выглядит очень круто. Минус Карксегор, это полный крантьевич. Вопрос в другом. Вот мне, блин, рекламирует подписка Доды новую пиццу. Я хотел заказать эту пиццу. Хотел? А ее не было. Ее все съели. Я расстроился. Испытал практически нечеловеческие страдания. Ну, не, мне реклама пришла в Контаче. Я подписан на рассылку Доды. Вот. Просто как бы, ну, блин. Последний раз, когда мне хотелось кушать, и я заказывал, карбонары не было. Хотелось, конечно, повалить седьмой армор, но не получилось. Дуржеские фалы. Ну, я тебе могу сказать, что внешне она выглядит очень хорошо. Привет, Ксиваков. У меня вот местная Дода. Вот Тирсов Бладдэш приезжал в гости. Мы ходили в Доду. Ему понравилось. А, не, яйцо есть. По-моему, есть. На вид, по-моему, яйцо есть. Они просто не написали его при описании. По-моему. На вид, похоже, что да. Швед, конечно, жадюк. Жадю-швед. Скинки пока крепче Завров в целом. Правда, проблема, ну, что-то... Что-то вонтерное я не вижу. Даже селебили, по ощущениям. Пам-пам-пам-пам. Спасибо за поддержку. Я смотрю, что это... Через месяц ты еще и цвет сменишь. Ты сегодня такой... Я сегодня же играю на этих... На мерзко... Отвратительные дейсы. Я сегодня играю на мерзко этих... Забыл название-то, а? Какое-то интересное проталкивание, кстати. Я сегодня играл на мерзко... Крисюках. Вот. Интересное проталкивание, кстати. Круто. Лол. Как человеку не везет. Ну, вот. Я сегодня там столько мечей забил. Что за трек? Это же Мановар. Ты что, не знаешь группу Мановар? Ой, пиропан. Ой, пиропан. Ну, песенка так и называется. Warriors of the World, по-моему. Если мне не изменяет память. Мановар очень миметичный... А, он зумер. Ну, да. Наверное. Наверное, как зумер мог и не знать. Я согласен. Это очень миметичная группа, про которую очень много шуток. Вот. Потому что у Мановара очень специфический стиль. Мне у Мановара нравятся обложки альбомов. Они клевые. Да, выросло поколение, которые не знают про Мановар. Я согласен. Докатились. Ну, в общем, тебе надо пиропан ознакомиться с королями. Вот что я могу сказать. Надо ознакомиться с королями. Опять пойдут дружеские фолы. Ну, вот. Сники-гид играет! Сники-гид, ребята! Докатились. Вот. Ну, вообще, я бы сказал так. У Мановара действительно неплохая музыка. Именно музыкальная часть. Но вот их текста — это отдельный разговор. Вот. Текста у них весьма своеобразные. Я бы так аккуратно сказал бы. Там были шутки, что если, как бы, составлять тексты песен из слов, рандомных слов и вставляя туда слова «братья», «братство», «металл», «короли» и так далее, а то, в принципе, это будет почти наверняка песня Мановара. Вот так вот. Ну, музыка там хорошая. И голос, кстати. Там же солист, если мне не изменяет память, да? По-моему, солист Мановара говорил, что он обладает голосом в пять октав. Это как бы «воу». И по ощущениям похоже на «правду». Вот. Если кто не знает, то пять октав — это как бы дико дохрена. Ну, наконец-то Заврофалы работают. Я знаю, что очень хорошо Заврофалы работают у Кащея, а потом он проигрывает матч. Ну, чё. Доджат подката нет. Ну, я сейчас зайду на гудгейм ради этого. Даже ради того, чтобы просветить бедного зумера. Я даже армейского зумера. Как бы «Мановар» — «Мэн оф Вар», понимаешь? Мой швед, конечно, юма сломал. Ну, кстати, опять без этого. Сыграла встроенная негла, как бы. Ну, имеется в виду хрупкость скинка. Ещё один скинк окружён. Швед выбрал хорошую тактику. Проблема в том, ребят, что мы почти догнали прямой эфир. Вот так вот. Так что... Реплейчик выйдет чуть длиннее, чем обычно. Да, не за что, Пиропан. Но, говорю, как бы. Группа прикольная. Музыка у них ничего. Но, по-хорошему, к этой группе стоит относиться с некой долей иронии. С некой. Потому что воспринимать их музыку уж совсем на серьёзных щах чуточку тяжело. Я бы на месте Демиурга, конечно, сначала бы подвигал игроков. А потом бы делал блицы. Но, как бы, кто я такой? Одинокий фол. Не получилось. А ты-то отстой. Странно, что не ударил таклом. Точнее, я понимаю, что он хотел там немножко из контакта выйти. Эмбэшера будет убивать. Да. Опасно. Вообще-таки, матчи без аптек начинают смотреться очень интересно в какой-то момент. Приятно смотреть, как два бэшера бэшат друг друга под хвост без аптек. Это моё любимое занятие. Вот этот удар мне не очень нравится. Мне вообще кажется, что теоретически... Фол без ассистов. Ну, тоже неудачный. Может быть, стоило задоджить агильным и идти напрягать мяч? Я допускаю. Удар по седьмому армору с третьей силой и седьмым армором. Я оговорился. Агила била. Завры башеры, что ли? Ну, Коба. Вот Кощей поверил, что он башер. И отдал игру зену. Заврам просто надо иногда отключить веру в то... Вообще, завры не башеры. Мой опыт подсказывает, что завры умеют хорошо получать в лицо. На этом их суперкачества заканчиваются, конечно. Кидай ГФИ для фола. Давай. Не рерол. Не рерол. Ну, что за животное? Я понимаю, седьмой армор, но... Ну, животный... Животный рерол. Просто сейчас швед тебя заставит забить. И у тебя будет один рерол на четыре хода. Ну, там, ладно, на три. С учетом того, что ты забьешь. Вот Энимал, конечно. Но швед, кстати, плохо напрягает. Швед пока напрягает не очень. Ну, я говорю, Коба, я тоже, когда играл, типа, в ландере, мне показалось, что завры только в лицо хорошо получают. Может, я, конечно, не прав глубоко, но вот по моим суждениям... Завры хорошо только в лицо получали. А Блиц-то был у шведа? Ну, Блиц в скинка Проныру, видимо. Или Блиц в скинка Сайдстеппера и забегаем наверх. Да, вот только что мы догнали прямой эфир. Завры просто чем-то напоминают крысюков в том плане, что, в отличие от крысюков, они тупо танкуют, а потом находят окошко для того, чтобы подобрать мячик и убежать за 150 километров. Это очень раздражает, конечно. То есть, вот в такие моменты хочется, когда... Ой, повезло. Мне не понравилось решение шведа. Привет, Джоэл. 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 Я вам сейчас зачитаю одну хорошую фразочку, ребята. Смотрите. Берут интервью у нового тренера Спартака, ну, относительно нового ТДСК. Вот. Смотрите, вот. Там говорят. Полагаем, что по сравнению с тренировочными базами Шальки или Штутгарта, Тарасовка может показаться несколько старомодной. Но ее главная ценность — уникальный спартаковский дух, который помнит многих легендарных игроков и тренеров клуба прошлых лет. Удалось ли вам его прочувствовать? Я вообще бы, конечно, после этого сразу выгнал бы журналиста из профессии, но ладно. Вот. На что ТДСК говорит. Вы имеете в виду призрака базы? Да. Когда мы приехали, то сразу увидели его. Привидение пожало мне руку и сказало, что все хорошо. А если без шуток, то неважно, новая база или старая. Главное условие для работы. Ну, это неважно. Первый комментарий. Это был Ловчев в простыне. Сика. Я что-то прям порвало с этого. Я когда читаю спортивную журналистику в России, у меня, конечно, очень специфическое ощущение. Люди, которые пишут на темы, связанные с футболом, с хокеем, с баскетболом, и в особенности, в особенности, я уточню, люди, которые рассказывают о фигурном катании, это очень специфические люди. Фанаты в ярости. Ну, геймеры тоже в ярости. Перенесли же этот. Ну, вы поняли. Увагин, этому апу Агилы, по-моему, матча 2 или 3. И это просто, просто, как бы ошибка. Такое бывает. Умар Кремлев призвал голосовать за поправки в Конституцию. Не надо слушать негодяев, которые ведут подрывную деятельность, сидя на унитазе. Только вместе мы можем принять единственное правильное решение. Только объединившись, мы станем непобедимыми. Бокс за сильную Конституцию, бокс за сильную Россию, написал Кремлев. Там еще в начале было, ребята, вот. Чтобы сделать нашу сверхдержаву еще сильнее, нам надо объединиться и проголосовать за. Будущее страны находится в наших руках. Как, знаете, вот, когда идут разговоры о сверхдержаве, вот, о сверхдержаве, я сразу вспоминаю то, что в России... Вот, главную прискуску Невзорова, что в России 40 миллионов очковых унитазов, ну, вот так вот, ну, вот, которые, грубо говоря, деревенский сортир, я сразу... И сразу дух самодержавия во мне как-то гаснет. Легонько. Ну, не знаю, пивас, я купил Киберпанк 28 июля прошлого года, и мне, конечно, немного... Немножко обидно, что опять перенесли. Я не против, но... Уже что-то хочется. Что-то судья вообще не свистит, вы заметили? Ну, там один раз Сники Гид сыграл, конечно. Вот. Ну, ХЗ у Вагин. Я точно с таким же вспоминаю момент, когда создатель Киберпанка рофлил с людей, которые вот там рассказывали, что нельзя делать девку с членом кибернетическим и так далее. Так, так, просто держу в курсе. Ну, что, неужели... Неужели животное выталкивание? Животное выталкивание. Ой! Ой! А не боишься, что под катер сядет на мяч сейчас? Ой, кабанчик травмирован. Метнулся кабанчиком за поле. Ну, кабанчика не будут лечить, это понятно. Ну, не, ну, Демюрк молодец. Как бы, Сталин Даталова. Это уже похоже на экстремальный Сталин, но как бы, окей. Новое поколение Видюх. Ну, посмотрим, конечно. Я, ну, я не знаю, у меня 1070-е, а у меня норм. Пока не чувствую проблем особых. Извините, ребят. Тут Александр Лукашенко вышел и сказал великие слова. Активизировались определенные силы, которые начинают интенсивничать, раскачивая ситуацию в стране. Мы это наблюдали и давно, но нам все-таки удалось сделать некоторые шаги на опережение и сорвать масштабный план дестабилизации Беларуси и привода страны к некоему Майдану. Это не шутка и не запугивание. Вот, вот, ремарка про не шутку и не запугивание мне очень понравилась. У меня была 770-я карта, которая псодала Бладбоул. Ну, вот так вот. Да, я знаю про кандидата, которого там это. Терпыр, 8 дыр. Это все супер-серьезно. Супер-дупер-серьезно, я попрошу. Ну, типа того, Корсар, типа того. И про то, что люди там живую цепь сделали, и про все остальное. Ну, я смотрю, как бы вот... Сначала белорусы обогнали нас с парадом. А теперь белорусы нас обгоняют с нелепыми выборами. Ну, так вот. В итоге Элгор... Да, я смотрел те серии Южного парка Лока. И потом Элгор постоянно ходил и выебывался на тему того, что... Скажите, что Элгор был прав. Ну, типа у Шведа, на мой взгляд, довольно простая мысль. Встаем сюда козликом, блицуем. А-а-а-а, это воин говна. Ну, ладно, да, воин говна, конечно, печальный. И это печально. Что-то, походу, Швед на ничейку играет. А Лукашенко серьезно, Лок? А, ну он же сказал, что не шутит и не запугивает. Точно. Наивный вопрос. Он супер серьезно. Ну, походу, ничья, ребят. Швед потратил последний рерол. Демиург спокойно, как бы, доживет до ничьи. И по итогу у Шведа будет пять очков. А у Демиурга будет четыре очка. И Демиург догонит Джинни. Да. То есть, типа, Валентин на последнем месте. А Джинни и Демиург делят предпоследнее. Ну, Швед, типа, Индигона догонит. Она очень плотная группа. Почти что. Ну, это хороший бай, это интересный. Слушай, когда посадили этого на Ливкина на пять дней, я прихренел, конечно. Это, на мой взгляд, ну, крайне специфическая мысль. Честно говоря, не очень понимаю, как бы. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Даблы давно не кидал, по-моему, товарищ. Или 2-2, например. Если Демиурк не сыграет эту игру в ничью, я буду очень... Да, пошел экстремальный сталинг, я согласен. Это очень экстремальный сталинг. Вы не знаете, почему мне не нравится этот сталинг? Ну ладно, уронили. Меня больше испугало, когда Лукашенко сказал, типа, а вот тот-то, тот-то расстрелял кучу людей, а потом все грустили, что он умер. Я такой, ясно, да, понятно. Ну, воин семиарморный. Можно было, кстати, не давать ассист. Можно было просто вытолкнуть. Ну, так, держу в курсе. Может, Буйвол уже помрет, а то, блин, ну... Прекратите страдания бедного Хаосита. Он это не заслужил. Ну, не, похоже, Демиурк все-таки доводит игру до ума. Вот. Завар не в курсе, что у меня третья сила. Ну, я понимаю, что кликнуть и посмотреть на травмы, это сложно. Здесь вопросов нет. Задача далеко не для средних умов. Ну вот. Демиурк. самое обидное что швед не потратил аптеку на минус армор на блочном козле и походу зря ну как бы кто ж знал но обидно швед видимо уже понял что все можно поубивать я правда наверно начал с удара воинам по скинку ну ладно нет нет пробоев ну ладно ради трех кубов ну какие хорошие скинки как сказал бы великий кощей кубы могли бы быть и получше ничего каще скоро будет интересный матч с пупком зачем шведу этот заслуживший покоя воин для результата на этот сезон но скажем так может быть такие надежды были но мне кажется просто хаосит и шведа исчерпали свой физический ресурс можно было бы уж действительно дать пощадку ну не знаю как бы ну качать нового воина лень мб клавсы не так уж и много есть какие-то резоны конечно но да я бы я бы я бы просто подушку ему ночью бы положил на голову подержал бы немножко пока он не задохнется и все ну скинка скорее поднимали для того чтобы швед боялся вантерны и строился против него там как бы агильный другой оставался скинкетс и так далее так что ну вот выйдет швед в средний дивизион я не удивлюсь если швед рерольница я вообще подозреваю что в этом сезоне типа будет много реролов то есть лок уже тряпка я тряпка реда просто вроде как бы усталый мухожук так что короче в вышку куча даунищей запрыгнет на лаке вот вот я так по-доброму по-людски ну вот я правда не знаю я еще не решил хочу ли я записываться на следующий сезон в смысле вообще я че то эмоционально выхолощен ну вот ну я говорю про дропы коба ты вроде напрямую выходишь если комбинатор пройдет по вайл карту вышку я буду слушай вини лока че меня вини лока я там буду думать я буду смотреть если комбинатор будет выходить то придется записаться конечно блин а если еще спайдер спайдер а ты дропаться же вроде тоже хотел не ну правда у тебя там пока сложная ситуация у вас там еще вся борьба за выход в вышку если выйду в вышку поиграю сезон если нет рерол спайдер это же ловушка я тоже думал что если выйду в вышку то поиграю сезон ну хотя в принципе так и получается но у меня все еще в голове есть какие-то мысли что а может почему он не поставит на лоз вонючего скинка снеглой и пронырой а оставляет завра ну завр лучше зачем шопенгауэра продаешь кабанчик метнулся чё так долго швет о скинки начали пробиваться на шестнадцатый ход наконец-то а что дает понимание спайдер няши и рецин ну няши играет на по-моему андетах но он играет так эээ ну рецин да от битоз конечно знатный согласен с рецином чё-то вообще не весело играть ну чё гоблицк ловсой гоблицк ловсой да ну агилу толкает правильно она должна будет пас принимать от этой агилы если повезет то он даст пас тагилой выпадет мвп и как бы все такое не знаю мне кажется что нету в блатбоуле супер отбитой команды мне хочется чего-то супер агрессивного супер отбитого типа хорнитов например то есть как как норсену чтобы клавсы было побольше вот ну швед давай чё вы там переписываетесь любовные письма шлёте да не рицин просто нубас он реально как бы на заврах играл потому что завры самовозка а фол уважения я понял ну вот у него просто тима самовозка а сам он рачочек на мой взгляд очень долго переписываются ребята блин надо позавтракать ну вот я говорю спайдер я тоже устал что меня все башат я иногда тоже башу но как-то как-то немножко иначе вот не так как мне бы хотелось так я башу пока не начинаю встречать 2к хаоситов 2к нурклей и вот это вот всё говнину о швед с тебя бутылка вот вот просто ребята почувствовали 3000 IQ как я наколдовал шведу MVP со шведа бутылка всё всё договорились там вряд ли на стриме есть но если что швед я я всё сделал мастерское угадывание от Александра в очередной раз ну матч какой-то вышел такой не знаю швед вообще не прессинговал мячик кстати у Завров доджи 33% это какой-то анти-демиург додж обычно-то всё иначе ну те кто играл с демиургом понимают о чём я это «завровь» доджи «завровь» с доджи